Откроются ли в феврале рестораны и тренажерные залы в Польше? Во время пресс-конференции премьер-министр Матеуш Моровецкий сказал, что, возможно, наиболее пострадавшие предприниматели смогут вернуться к бизнесу в феврале. Он отметил, что их открытие зависит от эпидемиологической ситуации в стране, которая до сих пор является сложной. Если увеличится количество инфекций и смертей, нам придется пересмотреть планы. «Я хотел бы, чтобы эти отрасли были открыты как можно быстрее. В течение следующих 10 дней мы хотим разработать протоколы пандемии с этими отраслями. В феврале, но мне трудно сказать, с какого числа февраля, мы хотим внедрить эти протоколы», сказал Матеуш Моровецкий. Глава правительства также заявил, что существует несколько отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Он отметил, что они закрыты, поскольку являются основным источником заражения. Напоминаю, что существующие ограничения продолжены, по крайней мере, до 31 января этого года. К тому времени гостиницы, рестораны, фитнес-клубы и спортзалы не будут работать. Однако предпринимателю уже открывают кафе, дискотеки, спортивные залы, гостиницы и подъемники на снежных склонах, несмотря на ограничения правительства из-за распространения коронавируса. Кто-то теряет бизнес, не дождавшись помощи от государства, а кому-то надоели ограничения. Предприниматели начали движение от Верамы в защиту бизнеса от отграничений. Они создали интерактивную карту свободного бизнеса, на которой обозначены учреждения, которые открываются вопреки ограничениям. Люди могут добавить свой бизнес, если он запрещен, всего лишь заполнив анкету. Предприниматели ссылаются на то, что национальный карантин не соответствует Конституции. Штрафы, наложенные санитарной инспекцией, суды отменяют. Поэтому, если есть желание посидеть в кафе, нужно где-то переночевать или просто хотите покататься на лыжах, есть возможность поддержать бизнес.